В селе Сарманай Шарлыкского района Мархабуди и Атулину знают, как человека с открытой душой и добрым сердцем. Она всегда помогает людям, которым нужна поддержка. В свои 67 лет она легкая на подъем, никогда не усидит на месте и постоянно чем-то занята. Я Богу молюсь. Пять раз в мечеть хожу, пять по пятницам. И в такие вечера у нас сейчас уроза начнется, ночью хожу в мечеть, на травях, а пять намазов у меня все лежат, и опять намазов не пропускаю уже пять лет. Поэтому я пожилых уважаю. Энергичность, почтенное отношение к людям преклонного возраста помогли Мархабе Абульнагимовне воспользоваться действующей социальной программой и создать приемную семью. Теперь вместе с ней живет 92-летняя Минихан Нургалиевна Ермухаметова. Говорит, стать дочкой для односельчанки было нетрудно, решение далось легко. Теперь бабушка под постоянным присмотром. Хороший уход, медицинская помощь и вкусный чай в приятной компании ей обеспечены. Может быть, многие бы подумали, что это из-за финансовых каких-то принципов, но многие говорят, что просто одиноко жить. Вдвоем, конечно, веселей. А что касается денежных средств, то государство выплачивает организатору приемной семьи 4 тысячи рублей в месяц. В случае непенсионного возраста идет трудовой стаж. Еще одна приемная семья живет в Шерлыке. В 2015 году там было расформировано стационарное отделение для пожилых граждан и инвалидов. Тогда Светлана Шевенкова и взяла к себе двоих подопечных с этого учреждения. Бабушка умерла, остался Юрий Николаевич. Он сейчас первый помощник в делах. Мне несложно. Может, жизнь повернется, может, я сама окажусь в приюте. Всякое может быть. Кто его знает. За два года они научились распределять обязанности по дому. Весной почти все время проводят на огороде. Помогла, вот говорила, всегда мы вместе. И дома что-то там делаем вместе. В настоящее время в Шерлыкском районе три приемных семьи. Но есть и другие, желающие взять к себе в дом человека, которому нужна помощь. Вполне возможно, что скоро количество таких семей увеличится. Продолжение следует...